Ругать фильм «Дети против волшебников» всё равно, что пинать лежачего. Это довольно популярный фильм, популярный в том ключе, что только ленивый его не разобрал. В первую очередь популяризацией, конечно же, поспособствовал блогер Бэткомедиан. Собственно, я от него и узнал о существовании этой... ...картины. Однако смотреть его обзор я не смог из-за зашкаливающего количества шуток про Иисуса и сценок с ним. Я понимаю, что он сам атеист, и для него это норма. Я понимаю, что его аудитории это нравится, кто посомневался. Но в моих глазах это кривление уровня начальной школы, не больше. К сожалению, остальные обзорщики пошли тем же путём. Возможно, так совпало, что я видел только такие разборы, но если и так, факт есть факт. Все ролики об этом фильме, помимо графики, разумеется, ругали скорее не абсурдность подаваемых в кино идей, а саму православную веру, чтобы два раз, так сказать, не вставать. Стало даже как-то обидно. Я понимаю, в интернете модно быть атеистом-богоборцем, не зная предметы даже на начальном уровне. Но как-то всё равно это всё выглядело абсурдно. Тогда я попробовал зайти с обратной стороны и послушать тех, кто хвалит произведение. Думал, может, хоть там точно так же с копом обратят внимание на интересующие меня вещи. Но нет, там всё ещё хуже. Если идея апофеозом критики этого фильма в подавляющем большинстве случаев является атеизм и богоборчество, то стороны защитников таким апофеозом является фашизм, где русские понадусы, и кто не православный, тот, знаете ли, сгорит в аду. И выбирая из этих двух лагерей без возможности усидеть на заборе, я бы выбрал атеистов. И вот от этого у меня как раз-таки... Это были 2016-2017 годы. Сегодня у меня вот есть свой собственный канал, и я решил таки ознакомиться по-нормальному с фильмом и попытаться обратить внимание именно на те аспекты, которые я считаю важными. Ну и в принципе это хороший повод поговорить о вере, так что это будет комплексное видео, предупреждаю. Просто о самом фильме как таковом на самом деле слишком много рассказать не получится, это займёт минут 10-15 максимум. Зато это также хороший повод поговорить ещё и на религиозную тему и коснуться некоторых интересных вопросов. Но пока что вот вернусь к фильму. Сам по себе он действительно плох. Вряд ли вы ожидали иного, верно? Он плох во всём, начиная от визуальной составляющей, заканчивая идейной. Есть такая пословица «Научи дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибёт». Это означает, что даже такое благодатное в глазах нас верующих деяние, как молитва, в руках дурака обретёт гротескный вид. Если говорить проще, крайность губительна. Любая крайность. И авторы книги, а снималось это по книге, именно что ударились в крайность, сделав актуальной в отношении себя аксиомой Скобара. Кстати, скажу сразу, с книгой я не ознакомился и не горю желанием тратить на это время. Правда, можно подумать, мне больше нечем заняться. Мне не настолько интересно копаться во всём этом и сопоставлять факты и недочёты, потому что, ну, сами поймёте почему. Мне, скажем так, на местный лор плевать, особенно после того, что я увидел. В то же время я последователь идеи о том, что фильм — это всё-таки самостоятельное произведение, которое не должно на все вопросы под теми отвечать «иди читай книгу». Если даже на вопрос, а что и, собственно, происходит, фильм отсылает к первоисточнику, значит, это плохой фильм. Это приложение книги, как это было с большей частью экранизации романов о Гарри Поттере. Мне вдвойне обидно за то, что по многим элементам видно, что если уж не автор книги, не знаю, то хотя бы автор сценария или кто-то из подобных людей, возможно, режиссёр, пытались донести действительно правильные идеи до зрителя. Однако основная ошибка, помимо корявого подхода к реализации подобного, к реализации, наверное, вообще всего в этом фильме, она заключается в том, что фильм пытается ученику первого класса, который ещё даже таблицы умножения смело не овладел, пересказать сложный многоступенчатый логарифм. Именно пересказать, а не объяснить по тому, как на гипотетический вопрос, а почему именно так, фильм отвечает завидной регулярностью, потому что, да, если бы речь шла о науке, то можно было бы, скуксив важное лицо, заявить, что это, мол, вы просто неграмотны и ничего не понимаете, идите учите, но вера в Бога – это не наука. Наука, если кто не знает, вообще не занимается изучением Бога, его наличия или отсутствия, поэтому заявлять, что вера – это не научно, как-то странно, будто кто-то с этим спорит. Это к делу не относится, я просто проговорил это вслух для некоторых любителей поспорить. Хотя вообще, знаете, я, наверное, отвлекусь на секунду и скажу кое-что важное, нечто вроде дисклеймера. Я всё больше стал замечать, как для всё большего количества людей и мои религиозные воззрения становятся индульгенцией. «А, так он верун, чё с него взять?» То и дело, слышу я. Эти же люди, наверное, бомбят, когда рассказывают об ущемлении прав каких-нибудь геев или феминисток условных. Эти же люди, при каждом подозрении на то, что с ними кто-то не согласен, напоминают тебе, что каждый человек, вообще-то имеет право на своё мнение. Видимо, каждый имеет, но не на каждое мнение, так как их ты не тронь. У них есть права, а вот за чужое мнение они тебя готовно польют грязью. Я ничего не имею против атеизма. Хотят люди верить в то, что Бога нет, пусть себе верят. Жалко, конечно, но это их жизнь, их судьба. Но очень многие любят прикрываться атеизмом, как щитом. Ну, собственно говоря, и с верой та же проблема. Наукой любят прикрываться, ничего о ней не зная, рассказывая мне про недоказанные теории, выдавая их за факты, про атеистов-учёных, называя при этом учёных-верующих с мировыми именами некомпетентными и глупыми. Это, если что, людей вроде Рональда Росса, Майкла Фарадея, а также Ньютона, Кеплера, Галилея, Коперника и целые ватаги других. Да, и такое тоже бывает нередко. Всё это ради того, чтобы сообщить «Эх, я-то думал, что ты умный, а ты, оказывается, Верун». Да, идея превосходства витает в воздухе. Если это всё, ради чего вам нужен атеизм, дорогие мои нерабы с непромытыми пропагандой мозгами, то лучше не смешите людей и не пишите вовсе ничего. Осмотрите стул на наличие верёвки, а браузер на наличие крестика. Это не распятие, это кнопка «Закрыть окно». Дождитесь других роликов, например, а то, ей-богу, от того, как вы извиваетесь, словно ужин на сковороде от услышанного иногда, не знаешь, смеяться или грустить. Ладно, с этим, полагая, разобрались. Вообще, этот дисклеймер это не только намёк на людей с богоборческим настроем, которым мало того, что бога нет, нужно ещё в икону плюнуть. Это в целом обрисовывание общей картины в стране. Можно очень долго рассуждать о том, что у нас атеистическое государство и технически, да, так оно и есть. Но вопрос такой, а как оно таковым стало? У нас что, начался в век просвещения, наука резко просочилась в быт? Ну, на самом деле, не резко и не совсем прям вот в быт, но действительно просочилась. Советская власть потратила огромную прорву ресурсов и сил на то, чтобы облагородить население, большей частью жившее в деревнях. Уровень грамотности и тогда был довольно посредственный, и людей попросту массово учили азам, тому, что мы сейчас проходим в начальных школах. Писать, читать, думать, в конце концов, да? Сейчас вот думать не учат, к сожалению. Угу. Одно было плохо. Наука никак не шла в противостояние с верой бывших уже селян. Казалось бы, отбрось ты уже эти старые заскорузлые предрассудки, говорит как бы власть, но люди не хотели их отбрасывать. Отбрасывать вековые традиции, отбрасывать прошлую жизнь, прошлый опыт, то, чем жили предки, чем жил сам. Ведь вера это не галочка в распорядке дня. Помолиться и перекреститься это образ мысли, образ жизни. Тем более непонятно, зачем это было делать, одно не мешало другому. Становись грамотным, оставайся верующим. Почему-то, когда именно монахи в древности продвигали грамотность как такову, являясь единственными ее двигателями, это людей никак не смущало и никому вообще не мешало. Хотя, я не сомневаюсь, и тогда были атеисты и богоборцы, это нормально. Можно, конечно, долго слушать всяких умных людей, которые тебе расскажут, что если ты коммунист, то ты не должен никому молиться, потому что это тупо и мешает мыслить здраво. Плохому танцору, знаете ли, вечно что-то мешает. Тому же Ньютону это здравомыслить не мешало почему-то. И тогда государство, видя, что вот это вот все само как грязь после бани не сходит, занялось антиклирикальной пропагандой. Очень важно заметить, что слово пропаганда не несет в себе негативного окраса как слово нож. Это инструмент, используемый повсеместно на постоянной основе. Любая информация, которая так или иначе влияет на твои убеждения, это пропаганда. Конечно, учитывая факт того, что, снова процитирую, великих, извините, тупые дети, ну тут я с ним согласен, ломанулись в интернет и им сказали, что пропаганда это плохо, да, потому как это слово они слышат лишь в связке со словами путинская, а Путин, как всем известно, это плохо. Им не приходит в голову, что с той стороны льется точно такая же пропаганда, просто в противоположную сторону направленная. Что пропаганда здорового образа жизни, это сейчас вот, внимание, это тоже пропаганда, сюрприз, да, продвижение той же научной точки зрения, это пропаганда, реклама, это пропаганда определенного образа жизни, образа мысли. Любой информационный поток так или иначе содержит в себе пропаганду, потому что так работает наше сознание и с этим ничего не сделать. Пропаганда окружает нас повсюду, это нормально. Поэтому очень смешно слышать о том, как всех достало, кого, кстати, всех всегда хочет спросить, и я часто спрашивал и никогда не получал ответа, всех, где достала церковная пропаганда. Не совсем понимаю, как она могла достать. Вы где ее вообще слышите? Вы ходите в церковь и там слушаете проповеди, что ли? Она вас там достала? Да вроде нет, не ходите, не слушаете. Вы читаете духовную литературу? Вроде тоже нет. Или таки читайте. Ну так это ваш выбор, вам насильно ее не вливают в уши. По крайней мере, выбор у вас действительно есть. По квартирам, скажете, ходят люди и предлагают поговорить о Боге? Ну, давайте будем честны, вот за всю вашу жизнь сколько раз они приходили? Шесть? Десять, возможно. И вы думаете, что это много? За мои 17 лет такие приходили дважды. И четырежды пришли люди, чтобы втюхать мне в три дорога дерьмо с Алиэкспресса. Если это по вашему пропаганда, то у вас о ней, о пропаганде, примитивнейшее представление. Что еще? Вы смотрите телеканал Спас? Ну, не смотрите, это частный канал, содержащийся на деньги епархии. В чем проблема-то? Смотрите другие каналы, которые содержатся на деньги других, например, на деньги атеистов, да, вот там полно всего. Или вот как вы хвастаетесь тем, что, скажем, не смотрите телевизор в принципе, ведь там одна пропаганда. Смотрите тогда Ютуб. Уж там-то пропаганды точно нет. Верно? Вот, кстати, о нем, о Ютубе. В продолжении вопроса пропаганды. У меня тут очень интересное и вполне предсказуемое наблюдение возникло. Возможно, вам будет это интересно. Мы не так давно пытались найти блогеров, лидеров мнений, которые были бы провластны, не фанатично преданы Кремлю, а именно провластны. То есть, ну, хотя бы не поносили бы сраную рашку, как сейчас модно, и или, скорее даже или, чтобы они были верующими. Главное, чтобы об обоих этих критериях они не стеснялись говорить открыто, не боясь осуждения, а не стыдливо прятали свои взгляды и в полголоса мямли, что там, ну, да, там у них вот такие вот взгляды. И потом, чтобы следовал еще 10-минутный монолог о том, что каждый имеет право на свое мнение. Как же это убого смотрится. Трусливый Ютуб, трусливое поколение. И второй важный критерий, чтобы это был канал от миллиона подписчиков и выше. Просто мне в один момент начал оказаться, что я один такой и захотелось единомышленников найти. И вот результат исследований, которые проводили вы же, зрители. В плане политики блогеров от миллиона и выше, не рассказывающих про сраную рашку, нашлось аж один. Это Дмитрий Пучков-Гоблин. Там еще пытались втулить всяких вассерманов, Соловьева даже пытались. Во-первых, они не блогеры. Блог – это побочный эффект их деятельности. Его часто даже не они сами ведут, нанятые люди. У них просто нет на это времени и желаний. Ну серьезно. Вы представляете, чтобы Соловьев сам вел свой канал, монтировался это, нарезал. Ну, ребят, это не серьезно. А во-вторых, Вассерман – владелец умов Ютуба. Серьезно? Вы хоть сами, надеюсь, посмеялись, когда эту шутку придумывали? Я так и вижу. Заходим на Ютуб, значит, в тренды влазим и там видим Вассермана. Нет, в трендах мы видим тех, кто расскажет нам, какая плохая страна. Вы можете как угодно оправдывать это, но любой, у кого вместо мозгов не черная дыра, объективно заметит, что это абсолютный перевес в пропаганде. А в случае веры тут еще интереснее. Зрители честно пытались, искали в памяти, кто там что хоть раз за многолетнюю карьеру заявлял, скребли по Исусекам, но... Кроме меня, не смогли вспомнить вообще никого, кто открыто бы заявлял о своей вере. Притом, я не миллионник, даже не близко. Опять же, можно очень долго разглагольствовать о том, что таким людям это просто не надо, но вы, я полагаю, к ним в мысли не лезете, да? Открою тайну. Многие блогеры как огня боятся критики. И тут уже не вопрос, надо или не надо. Тут вопрос, боюсь или не боюсь. Боятся, потому что знают, что огребут поток оскорблений из Песи, а это никому неприятно, кто бы как не хорохорился. В противовес, сын, опять же, всякие Ивангайи, Соколовские, Этипидии, Линки, Мэдисоны, Холанские, Сталкаши, кого-то он сейчас еще смотрит, а просто, не знаю, извините, бьюти-влогеры, там, повара, обзорщики. Можно просто ткнуть пальцем и обязательно попадешь в того, кто с готовностью прямо или нарративно вам поведает, что бога нет, я что, дурак, что ли, верить? И еще пошутят шутку смешную, вы, Суса, переоденцы, как он в Баткомедии, это же смешно. Прибавьте к этому факт пропаганды образа жизни, идущим вразрез с церковным образом мысли. Это и разврат, и потреблятство, и извращение вроде гомосексуализма и прочих трансвеститов. И теперь давайте, расскажите мне, что антиклирикальной пропаганды нет. Я ее придумал. Угу. Здесь я могу смело сказать антиклирикальной, обычно говорю атеистической, тут большая разница на самом деле. Есть люди, которые верят в бога. Их вера не основана на научном воззрении и не должна быть. Но и не идет вразрез с ним, как это ни странно, для некоторых. Да, по некоторым опросам церковь имеет свою точку зрения на те или иные моменты, нежели наука, но это точка спора, а не противоборство. Наука не утверждает, что было именно так, она сама не знает. Та же теория эволюции, потому и теория, что она так и не была доказана. Можно долго рассуждать про ДНК мебы, про обезьян с мозгом более развитым, чем их поздние родичи, но почему-то никого такие нюансы не интересуют. Зато, когда пытаешься им сказать, что для всемогущего существа создать мир уже старым не является невозможным, это не укладывается в их сознание и начинаются крики о том, как мне промыли мозг. Вот. А есть, значит, люди, которые верят в то, что Бога нет. Обычно таких называют атеистами. Сами атеисты считают себя неверующими. Да, там есть еще другие модные течения, типа агностиков и прочего, но все сводится к тому, что наука, не занимающаяся напрямую поиском доказательств наличия или отсутствия Бога, не говорит, что его нет. Наука работает не так. Она говорит лишь то, что она на данном этапе ее науки развития не нашла никаких доказательств наличия или отсутствия Бога, но, возможно, со временем найдет. Вот как бы и все. На этом мир многих рушится, потому как атеисты, как выясняется, это те же верующие, только теисты верят в то, что Бог есть, а атеисты верят в то, что Бога нет. Ключевое слово верит. Но это тоже нормально. Далеко не все атеисты и антиклирикалы. Им часто просто нет до этого дела. А вот антиклирикальная пропаганда это не просто пропаганда атеизма, нет. Это то самое низвержение оппонента на смешничество над ним. Попробуй скажи, что ты верующий на публику, а потом просто стой и обтекай. Все эти шуточки с переодеваниями, рассказы про педофилов в церквях и попов на мерседесах, постулаты вроде «Че с него взять, он же верующий», карикатуры, насмешки. Это все те самые анекдотичные плевки в икону антиклирикальная пропаганда. Вовочка в той шутке возмущается, если бога нет, зачем плевать в икону? Знай же о Вовочке, что плюют они не только в икону, они плюют в людей, стоящих у икон. И это вполне осмысленное действие с их стороны. Сейчас подобное течение окрепло, но оно не ново. Сколько существует человек, столько существует и оно. Но глубоко копать не обязательно. Достаточно вспомнить историю Михаила Панатича Булгакова и историю становления романа «Мастер Маргарита». Поклонники старой литературы или поклонники конкретно этого романа могут откопать его заметки, его смысле Булгакова, или свидетельства его супруги. Роман на сатане, расхаживающем по Москве, родился в противовес второй волне антиклирикальной пропаганды молодого Советского Союза. Волна первая была как раз для тех выходцев из деревень, которые еще не успели обучиться грамотному мышлению. Демьян, бедный, кажется, писал, «Вот новая история о Новом Завете. Иисуса Христа не было на свете, так что некому было страдать и умирать, некому было Евангелие писать». Ну, поняли, да? Выдумка ваш, Иисус. Но такое прокатило лишь для очень малой части населения, потому как люди все же были неграмотными, но не идиотами. Получается, из ничего возник целый огромный пласт громадных, просто какие-то титанических масштабов. И тогда пропагандисты поняли, что все же придется плевать в икону. Новое веяние как раз этим и занималось, что, мол, «Да, был там ваш Иисус, но это никакой не бог, это даже не пророк. Это просто городской сумасшедший человек по имени Ешуа Ганоцри». Ничего не напоминает? Да, верно. Михаила Булгакова до дрожи возмущала подобное, и тогда в его голове рождается идея «Мастера и Маргариты», где в итоге сатана рассказывает свою версию того, что там было. В ранних версиях у «Мастера и Маргариты» были названия «Черный богослов» и «Евангелия от Сатаны», но в Союзе такой бы просто в печать не взяли. Беда романа была в том, что написан он был для одних людей, которые еще помнят корни традиции, а издан уже при других, которым партия за прошедшие сколько, 60, кажется, лет, да, промыла окончательно мозги и запудрила их той самой пропагандой. Хотя масштабы запудривания и были катастрофическими, все же заявлять, что все стали атеистами, это малость наивно. Просто посмотрите данные переписи 1938 года, например. Сейчас модно постами тех же лидеров мнений, одного конкретного лидера мнений, говорить о том, что «Войну выиграли! Атеисты!» Будто бы он каждого спрашивал. Оба моих деда, например, были верующими, и им вера не мешала давить фашистов. Весь этот долгий монолог, он о том, что антиклирикальная или, если вам угодно, атеистическая пропаганда не просто существует, она доминирует беспросветно. И это в стране с серьезными традициями и православными корнями. Стоило добавить упоминание Бога в Конституцию, как у многих взорвались в седалище, хотя мы не одни такие уникальные на планете. Вон у США, он тоже там есть, и что дальше? Да, мы атеистическое, а еще шизофреническое государство. Мы тот самый двуглавый орел, где опи головы рвутся, каждая в свою сторону, разрывая единое тело. Любые попытки вести пропаганду любви к родине и любви к Богу встречаются в штыки. Закономерный результат долгой промывки мозгов. Свобода мысли вроде как есть, да, но нарративно мы будем осуждать такое вот конкретное свободомыслие. Но это, конечно же, не повод совсем опускать руки. Необходимо вести борьбу, а иначе этот валун не сдвинуть никак. Однако необходимо предпринимать осторожные, а главное осмысленные, разумные шаги. Те самые насмешники, хохочущие о тупых верунах, не знают о той самой вере вообще ничего. Ни основных постулатов, ни даже главной идеи, вообще ни грамма знаний. И знать не хотят. А зачем? Для них, а значит и для нас, верующих, по их же мнению, бог это такой бородатый дядька на облачке, делающий людям гадости, а мы тупые веруны, которых обирают до липки, да, церкви. И как только я еще бомжом не стал за все это время. И типа вот в такого-то бога вы верите, убогие. Нет, в такого бога мы не верим. Наверное, мы тоже атеисты. Ты можешь не верить, но ты хотя бы должен знать хоть что-то об этом, чтобы понимать, во что ты не веришь. Поэтому людей необходимо просвещать. Причем верующих тоже, даже в большей степени. Потому как у нас очень много формальных верующих. Они верят в бога, а заодно боятся числа 666 или 13, боятся черной кошки и прочих примет. Они верят в сглазы, в привороты, у них магическое мышление, что присуще тройболизму. В общем, там от веры на самом деле одна только формальность. При том, что есть интернет, бери и читай, но нет, не хочу. Поэтому прививать эти знания нужно через те же источники, через которые прививается и обратная точка зрения. Например, кино. И вот мы наконец дошли до фильма «Дети против волшебников». Сама по себе идея хороша, как я ее вижу. Рассказать о православной вере, показать ее от лица верующих, как люди ей живут, как мыслят при этом, показать, что они точно такие же люди, как и неверующие. Рассказать, каким они видят мир и с какими опасностями сталкиваются. Однако, это я явно про какой-то другой фильм сейчас рассказал, потому как «Дети против волшебников» явно не про все вот это вот. «Дети против волшебников» это такой, знаете, цветастый комикс про хороших и плохих, где хорошие это верующие ура-патриоты, что как бы двойной бум, понимаете, да? А с другой злые западники-сатанисты. Это лубочная пропаганда, от которой становится стыдно. И это преподносит как то, что должно привить любовь к родине и вере. Да даже я, глядя на такое долго привался. Они плохие, а мы хорошие просто потому что. Потому мы победим вопреки, а они проиграют благодаря. Вот основная идея фильма. Непонятно, куда смотрел благотворительный фонд помощи и взаимодействия имени преподобного Сергея Радонежского, проспасировавший частично фильм. Ну, тут скорее всего им просто сказали, что вот будут делать фильм про популяризацию веры. Те дали деньги, думая, что люди и правда горят идеи, но все оказывает на то, что горели там лишь распилом, да, потому и получилось такое вот убогое вырвиглазное нечто. Минкульт, да, кто бы сомневался. Вообще, бессмысленно рассказывать, какое тут все отвратное с графической точки зрения. Это производная той мысли, что на кино просто попилили бабки, а съемки доверили бригаде рукожопов, которые за оставшиеся 15 рублей сотворили нечто. Ладно, у вас не было денег на качественную графику, бывает. Хотя, это отмазка, не было денег и зачем взялись? Или почему бы не сделать мультик в условном 2D, как те же смешарики? При гораздо меньшем бюджете у них получилось, а вот у этих нет. Фиг с ними, со смешариками. Фильмы Необыкновенное путешествие Серафимы и Сказ о Петре и Февронии у них почему-то тоже получилось. Первый не смотрел, второй и видел отличный мультфильм. Не без огрехов, конечно, но и графические идеи на авторам удалось показать и передать то, что не удалось показать и передать авторам Детей против волшебников. Что до графики, в Петре и Февронии вообще самая красивая черная магия из всех, что я видел. А играл я во множество компьютерных игр, где графика сильно круче и спецэффекты тоже. И тем не менее. Как-то они это дизайнерски умудрились сделать так, что буквально вот веет противоестественностью. А Детей против волшебников веет чем-то совсем другим и запах на всю округу. Это запах победы, детишки. Вы только посмотрите на это. Все корявое, угловатое, дешевое, неуместное. И ладно бы графика. То есть, качество текстур, нарисованных в пейнсе и количество полигонов на модели, это... Это не то, чтобы простительно. Такое за пачку печенья делают, правда. Но это хотя бы можно понять. А как понять того, кто раскрашивал это нечто? Цветовая палитра как-то умело является одновременно кислотно-вырвиглазной и в то же время в некоторых сценах блекло-серой. Я понимаю, тут попытались визуально разделить опять же хороших и плохих, но это такое убожество. Глаза просто рыдают от подобного надругательства. А еще монтажер явно сбежал еще на стадии распила. Хотя я уверен, что как раз таки тем, кто мультик делал, ничего с бюджета не досталось. Он на верхах осел. Я о том, что это не фильм, это клип. Это нарезка. Очень рваная нарезка, неграмотная. Я сам не отличаюсь целостной и грамотной нарезкой, но даже я смог бы лучше. Это уровень блогера, который выкладывает свой первый видос на ютубчик, не выше. И это я еще молчу о замечательных переходах в виде долгих-долгих затемнений. Так, по-моему, даже упомянутые новички уже не делают. За каким-то хреном понаделали вставок с реальными актерами. Правильнее было бы, наверное, сказать, с реальными людьми, потому что, судя по игре, это не актеры. Хотя не исключен вариант, что играть они умеют, просто не хотят, и постановщик сцен отсутствует как вид. Но лично я вижу, что это не актеры, это сапожники. От их игры хочется спрятаться под стол от стыда. Да и потом, у меня стойкое ощущение, что озвучиваемый текст не совпадает с движением губ. Вот посмотрите сами. А ты все такой же не меняешься, только больше стал. Стараюсь. Решил залететь, проверить старого друга. Я не знаю, смогли ли вы что-то разглядеть благодаря такой операторской работе, без стабилизатора, видимо, но, по-моему, он произнес совсем не это. По-моему, первое слово было пхунгли. Шутка. Лучше бы, знаете ли, добавили вместо живых актеров еще компьютерной, прости господи, графики, честное слово. Хотя нет, нет, стоп, стоп, что несу-то? Ребят, почему нельзя было сделать просто вот весь фильм с живыми актерами? Да, на таком уровне игры это смотрелось бы плохо, но графика смотрится еще хуже. Впрочем, многие, обратив внимание на графику, совсем забыли о наполнении. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что они явно достойны одно другого. Хорошо, каков же сюжет, спросите вы, ведь вам же дико интересно происходящее, не так ли? Ну что ж, уговорили, давайте взглянем на цирк уродов. Заодно объясню вам, что тут не так с ним. Сюжет вкратце таков. Есть, значит, зло. Это те самые волшебники, у них свой Хогвартс, Высшая Академия Магов Мира, сокращенно ВАОМ. Это где-то в Румынии или еще в какой-нибудь Польше. А, в Шотландии, извините. Хорошо, что не в Екатеринбурге где-нибудь. Я так и вижу аббревиатуру от названия, она вроде Екатеринбургская Биполярная Академия Тьмы, сокращенно ЕБАТ. И вот, значит, эти черные маги и идейные наследники Анненербе. Угу. Наверное, им в кайф быть идейными наследниками неудачников. Конечно, идея главествования арийской расы над всеми, как и любая иная идея превосходства, опьяняет. Уже не секрет, что поддержки фашистской Германии искала даже в потустороннем мире, пытаясь призвать некие силы или найти некие артефакты. Что бы они там ни пытались, оно им не помогло. Война закончилась в Берлине, а не в Москве. Я, конечно, да, я намеренно говорю фашисты, отождествляя их с нацистами. Всем, кто хочет с умной мины заявить про то, что это разные явления, я тоже могу сказать, что жопа и дерьмо и сторгающиеся из нее это тоже разные явления. Приятного аппетита. Мне еще понравилось, как Смайл Фейс подобное прокомментировал. Они не, мрд, они просто не могут различить бандеровцев, нацистов от фаши... Они не знают вообще, что это за понятие, что это за категория, господи, ааа, как это плохо. Ха-ха-ха, как смешно, они не понимают разницу между нацизмом, фашизмом и бандеровцами. Быть с Амелье в сортах говна это выбор не для каждого. И для того, чтобы понимать основную идею этих людей, необязательно знать досконально всю историю создания. Всю тонкость националистических движений. То есть, зигующие люди 9 мая возле памятника вечной славы это не нацисты или не бандеровцы или не фашисты. Какая разница, как это назвать? Идея-то у них одна. Так, это уже вторая шутка про говно подряд. Еще немножко и буду собирать стендап в Ледовом. Ладно, шутки шутками, но когда мой дед давил эту мразоту на танках, он не спрашивал фашисты они, нацисты они или так погулять вышли. Но вернемся к ННРБ. Безусловно, это тоже интересная тема для исследований и рассуждений, но не в рамках приобщения к вере. Вот если бы я был сценаристом, да, то я бы, запросив миллион миллиардов гонорара, корнями бы этот воом увел в ересь жидовствующих, к примеру, с которой еще Иван IV боролся, да не доборолся, к сожалению. Ну, то есть к чему-то, что показало бы истоки раскола, а не просто вот стоит такая, значит, академия, и она зло. Человеку мало просто показать пальцем и сказать, это зло, чтобы тот поверил. Поправка, при условии, что этот человек не тупой. Да. Фильм же ведет себя со зрителем, как с тупым, опускаясь до голимого карикатуризма. И таки да, вот этот вот Хогвартс и Титтио оборзел в Корягу и похищает русских детей-сирот, чтобы воспитать своих Волдемортов. Почему именно русских? Ну, как же, славяне, в нас крепка вера и все такое, суперзащита. В фильме это примерно так же коряво объяснено, да. Нет, безусловно, мы близки к корням и вера в нас крепка, я горжусь своим происхождением, но когда говорят о силе веры, я сразу вспоминаю мусульман. Вот у кого стоило бы поучиться и силе веры, и дисциплине заодно, чтобы никакая падаль по церквям не танцевала и кресты не срубала, тогда не придется законы всякие о защите прав вводить. Кстати, если что, напутал в последовательности изложений или мелкие факты фильма упустил, извините, в деталях могу быть немного неточным, меня больше волнует идейное наполнение. Ну, то есть, как волнует? Ну, наверное, да, волнует. Короче, там тестируют некие новые способы овладения рюйской душой, пока еще недоступной темной стороне силы. В противовес злу выдвигается, значит, добро. Это несколько кадетов одной военной части. Они под прикрытием студентов летят в этот самый Хренвардс и нечаянно берут с собой Зайца, внучку командующего частью. Задача проникнуть, разузнать, вывести заложников, отступить. И, в общем-то, до момента вот этого брифинга я искренне считал, что фильм может быть идейно наполнен гораздо качественнее, чем все думали, и, возможно, хотя бы действительно показывает борьбу за души, но нет, он показывает борьбу за маразм, точнее, борьбу за финансовый распил, как это сказать, борьбу за деньги, короче, бабки. Тут, тут всего в обилии, я вот что хочу сказать. Объясняю. В православном христианстве магия действительно существует, только она ничего общего не имеет со спецэффектами, всякими вспышками там и прочими, шурой. Все происходит невидимо для человеческого глаза, и источнику магии лишь один, это сатана, без альтернатив. Никаких волшебных палочек, магических сфер, готических замков, только грязь, кровь, боль, сожаления, слезы, загубленные души. Это сложно показать в формате мультфильма, согласен, но не можешь сменить тему, это раз. Пункт второй. Действительно, с точки зрения православия идет борьба за души, но опять же, она не имеет ничего общего с неким кинематографическим выбором между тьмой и светом. Никогда искусители, да что ж там демоны, даже люди никогда не придут к тебе и желая тебя совратить, не скажут, что да, мы зло, мы лжом, убиваем, воруем. Нет, они будут прикидываться добрыми, испытывать на прочность твои принципы, твою веру, искать слабые их стороны, давить на них. Человек понемногу сдает свои позиции, он принимает эти идеи, он начинает чувствовать их необходимость. Это ежедневное решение, это непростые ситуации, доводящие до отчаяния в отсутствии молитвы. Вот так происходит падение и такое в формате мультфильма тоже показать нелегко, но можно. Все можно показать, если захотеть. Вместо этого такую важную, а с точки зрения верующих, которую они якобы продвигают важнейшую тему, они превратили в очередной васянский Гарри Поттер, где есть карикатурные злодеи с волшебными палочками и рельские патриотичные парни-девушки, которые верят просто потому что. Заклинания, защита от магии, с точки зрения христианства это дикая альтернативщина, а значит и бог в этом кинце тоже альтернативный, не имеющий отношения к оригиналу, фантазм. Именно таким был Иешуага Ноцари, сошедший со страниц романа Мастера и просящего милости у Воланда. Интересный параллель вы не находите? Вся благая идея слита в помойку. Далее идут кадры из демонстрации магии школьникам и вот в этот момент действительно авторы пытаются выразить верную мысль. Я побуду, пожалуй, переводчикам. Они хотели сказать, что согласно нашей вере я буду этот оборот опускать в дальнейшем. Согласно нашему учению, дьявол действительно может преподносить дары, но все они тебе поперек горла встанут. Далеко ходить не надо, те же дары Воланда вспомните в конце романа. Вишневый сад, домик, маргарита, перо, бумага. Издевка. Вечная издевка для страдающей души. Впрочем, судя по тому, что я слышал о других, это понимают немногие. Хорошо, вот вам более современный пример, Гюнтеру Дим. Да, Гюнтеру Дим это такой же точно Воланг и дары у него соответствующие. Все, что ты у него попросишь, он тебе даст, но оно принесет тебе только страдания. Прямо как в той песне о нем. Сокровища в раз тебе станут постылы, навек в кандалы тебя заключил он. Только остается кричать, что я хотел не этого, но кому теперь твои крики нужны? Истинное же чудо может створить только лишь Бог, либо кто-то с его милости, потому и мимикрирует всякие гробовые под Иисусов и святых. Он может называть себя антихристом, хотя тот как раз таки скорее всего сможет много интересного и приятного для людей натворить, уж будьте уверены. Вот именно эту идею и пытается тут донести. Очень коряво пытается. А еще очень странно, что взрослый дяденька вот так просто предлагает маленькой девочке на перемене встретиться в тихом месте. Безпаливо так. А та дура соглашается. Внучка генерала. Хуёвый генерал, я вам скажу. Педобир-то не дремлет. В общем, этот педомаг склоняет на темную сторону только цензурными лицензионными способами. А девочка уши развесила. Понятно. Тем временем двум кадетам дают задание на внедрение. Оцените мощность кадетов. Они должны проникнуть в академию, прикинуться валенками и уговорить рельских черных магов-недоучек вернуться домой. Кадеты должны уговорить. Школьники должны уговорить других школьников с промытыми мозгами. Дай угадаю, они будут давить на патриотизм. Хе-хей. Да, но это потом. Сейчас кадету-царицыну дают часы с GPS-навигатором. Видимо, магия никак эти навигаторы не глушит и никакой защиты у самой крупной школы черных магов нет. Система безопасности круче, чем в Хогварте. Вопрос. А раз там нет защиты, почему бы не долбануть по ним ракетами, а потом сказать, что это кондиционер разорвался? Говорят, прокатывает. Или что они там в своих колбах Рубеда с Альбеда неправильно смешали наркоманы чертовые. А санкции на нас так и так бы наложили. Гулять так гулять. Заодно по штаб-квартире Диснея ебанули бы, чтоб два раза не вставать. Он сказал матерное слово. Ай-яй-яй, как же так можно? Ты же верующий. Видимо, ты плохой верующий. Ка-ка-ка-ка. Могу повторить. Верующие детишки такие же люди, как и вы. С такими же привычками, в том числе вредными, такими же повадками и чертами характера. Они не с Марса к вам прилетели и никому ничего не должны. Ни больше, чем неверующие. Есть свобода выбора и за свой выбор каждый сам ответит. Я отвечу за свой, а вы за свой. Так что лучше следите за собой. Что, рисковато, да? Ну, знаете ли, надоело нытье по этому поводу. Видишь, отговорку нашли. Но давайте вернемся к фильму, потому что мы только начали, а я уже хочу поскорее закончить. Кадеты идут получать подробности и паёк лично на хату генералу. Тот от большого ума даже дверь не запер, организовав зайца. Хотя, говорят, воровка в пате всегда хорошая подспорья. Но без танка все равно нельзя. Хотя танк у них есть. А командированный колдун, он, кстати, Леонард, уже потирает довольно руки и звонит отчитываться в Шотландию. 2004 год на дворе. Роминг же. Сейчас он поди всю школу ихнюю разорил. Крыса. Ну ладно, это я все шутки шучу, чтобы хоть как-то разбавить унылые повествования самого фильма. Это особенно актуально сейчас. Казалось бы, что должно быть после сцены с получением задания? Само задание, это же логично. Ну, максимум еще короткая подготовка и перелет. Но нет. Этот фильм не таков. Сначала дети едут на машине на аэродром, где их отдают под командование. Потом летят на самолете и даже с него прыгают, потому что у них там, видите ли, заначка. Шкалик небось. Притемление произошло, но что-то это не похоже на Шотландию, потому что это, сука, не Шотландия. Это начало 15-километрового марш-броска к Медной горе. Зачем? А затем, что в Медной, матью, горе военный склад. Пулеметы, ракетометы, нахрена они вам в школе? А, не. Они там берут лишь холикоптер, орочий. Да, круто. То есть, самолет на границе засекут, а вот этого чуда в тройном размере не засекут. Охотно верю. Я бы такое неназумение принял за косяк уток. Особенно нравится брифинг. Разработали это в Советском Союзе еще, но испытать не довелось. Кому, как не детям, испытывать опасные древние машины, рискуя операции. Затем идет флэшбэк с боестолкновением в Сербии. И на самом-то деле это очень серьезная тема. Даже убогая техническая часть фильма смогла показать микроскопическую, прям крошечную такую долю ужаса войны. Но и тут все свели к темным силам. Знаете, темные силы темными силами, конечно, но они не существуют в вакууме. У каждого злого деяния есть имя и фамилия, а также мотив. Можно объяснять все неким абстрактным злом, но без внятной понятийной базы, которая есть в христианстве, но о которой тут ни слова. Без четкого разделения на хорошо и плохо, то самое добро и зло можно легко тасануть, подменить одно на другое, на то, что нужно. И подмены той никто не заметит, потому что ориентира нет. Вот об этом бы можно было рассказать, а не прикрываться неким злом, развращающим умы. Вообще, такое ощущение, что в представлении автора фильма демонический мир сродни жнецам из Масс Эффект, который одурманивает людей против их воли. Хотя на деле все наоборот. Воля и является краеугольным камнем мучения. Человека нельзя заставить пасть или вознестись. Этого не может сделать ни сатана, ни бог. У вас сейчас мог возникнуть вопрос, как это бог и чего-то не может, раз он такой всемогущий. Наверняка возник, так что давайте сразу отвечу. Слышали такую шутку, может ли бог создать камень, который не сможет поднять? Эту шутку используют как подкол над верующими, мол, если не может создать, какой же он всемогущий, а если может создать, но не может поднять, опять же, какой же он тогда всемогущий? Шах и мат. Ну, в их голове уж точно. На самом деле, может и создал. Этот камень называется человек. Он не может нас заставить. Но тут очень важно понимать, что такое не может. Он технически может, но это пойдет в разрез в самом главном человеке, с его свободой. То есть, это все равно, что надругаться над нашей сущностью. А бог это любовь, и из любви к нам он этого не может сделать. Поэтому оружие бесовского мира соблазны, чтобы мы сдались добровольно. С этим разобрались. В настоящем же командир объясняет кадетам, что, мол, без веры нет защиты, поэтому нужно верить в бога и в отечество, а также в добро. Просто верить. И опять верная мысль приводит сена настолько корява, что ее очень трудно распознать. Я снова выступлю толмачом. Действительно, вера дает защиту от зла. И для этого не нужно никаких обрядов или заклинаний. Хотя обряды в церкви, разумеется, есть. Она из них и состоит, в общем-то. И есть обряды, дарующие защиту. Например, венчание это именно что благословение брака богом и дарование защиты молодой семье. Вы можете воспринимать это как некий волшебный щит, но это, разумеется, не так работает. В общем, просто верить в бога действительно достаточно, чтобы никакая разуплощенная тварь тебя не коснулась. Но, во-первых, здесь не раскрыто понятие веры. Верить в то, что бог существует, этого недостаточно. Бесы тоже в него верят. Они его лично видели и трепещут перед ним, но бесами остаются. Не потому, что их кто-то подавляет, а по своей воле. Такова их природа, это совсем другая тема, извините. Суть в том, что толку от того, что ты веришь в наличие бога, нет. Под верой здесь подразумевается именно соединение с богом, общение с ним через молитву, познание его сущности, погружение в этот мир. Ну, то есть, если ты просто заявляешь, что ты верующий, но не молишься, в церковь не ходишь, за собой не следишь, толку от твоей веры маловато. Во-вторых, я это говорю вам как человек воцерковленный, но я прекрасно понимаю, что человек не верующий, особенно ребенок, никогда не примет формулировку «надо просто верить», если, конечно, он старше 9 лет. А если даже примет по глупости или по малолетству, раньше или позже человек все-таки задастся вопросом «А зачем?» Обязательно задастся. И на этот вопрос нужно отвечать с самого начала, а не дожидаться, когда другие силы ответят на него за тебя и выяснится, что на самом-то деле вовсе незачем. В оцерковленной жизни есть множество преимуществ, которых лишены невоцерковленные, просто о них не в курсе, кричащие о попах-педофилах и рабском мышлении Муцерры. По сути, этот фильм должен был показать как раз-таки ту сторону бытия, просто потому что. Потрясающе. Просто верить достаточно, но без пояснений человек просто не будет знать, во что верить достаточно. И может верить совершенно не в то, во что нужно. Но вернемся к делам земным. Подкрутив неисправные развалюхи, бравый орк отправляется в Шотландию мочить магов, наконец. А то пора бы уже, 30 минут фильма прошло. Ну да, в Шотландию, но сначала заглянут в Грецию к старцам. Вопрос, а что, прилететь на самолете в Грецию тоже нельзя было? Там тоже черные маги? Вроде нет. Старцев пасут? Тоже нет. К чему этот зигзаг удачи? Расстояние между Сербией и Грецией 806 километров, это если самолетом, который летит чуть больше часа. Это на скорости 850 километров в час. Угадайте, на какой скорости летят на вертолетах без ветровой защиты студенты, только что давшие кросс 15 километров по пересеченке. Что за маразм? Или это я чего-то не понимаю в особых военных маневрах? А как вам такой маневр? Прежде чем кадеты окажутся в Греции, нам снова покажут кадры с живыми актерами. Событие фильма это же рассказ, некий флэшбэк. Получается, Косово было флэшбэком в квадрате, флэшбэком внутри флэшбэка. В общем, кадетов укладывают спать, потом поднимают и начинается утренняя побудка, зарядка. Знаете, кому-то подобный милитаризм нравится. Я не фанат, но понимаю, что это дело вкуса. Однако, снято все, опять же, просто наснимал футажей, типа, как я провел лето. А во-вторых, это в наглую растягивает и без того жирный хронометраж. Фильм аж на полтора православных часа идет зело. Ну, то есть, серьезно, это ровно три минуты, не несущие вообще никакой смысловой нагрузки. Или они так хотели показать патриотизм? Нет, не выйдет. Фильм уже фуфловый. А затем еще вот этот вот первый, но не последний замечательный переход. Даже 50 лет назад делали красивее. Да въеролаши сделали красивее, но это правда. И вот теперь, наконец, мы в Греции в гостях у старцев. Старцы – это тоже серьезная тема в православии и должен признать, что, наверное, это единственный элемент в фильме, показанный, ну, не совсем гротескно, скажем так. Они рассказывают свои истории, излагают верные мысли, хотя это капля в море, фильм этим уже не вытянуть. На вопрос о том, что служить и быть смело мне выгодно, дается странный ответ. Дело не в выгоде, а в правде. А правда в Боге? Ответ правильный, но не дается, опять же, никаких объяснений такому сложному вопросу. Те самые объяснения, которые строго необходимы, особенно в таком возрасте, когда все жизненные устои постоянно подвергаются сомнениям. Про юношеский максимализм когда-нибудь слышали, да? Старцы – это не совсем проповедники, но речь не о старцах конкретно, а о фильме в целом. Пояснений не дается нигде, нас просто ставят перед фактом. Верить – надо. Зачем – надо. А вот это вот зло. Почему зло? Потому что зло. Сразу видна работа мастера, что сказать. Далее старцы проводят испытания для кадета Царицына. Вообще, по всему видно, что товарищ Царицына в сценарий был добавлен для галочки. Он тут вообще никакой роли не играет, пара реплик и все. Я напомню, что речь о фильме. В книге, по которой он снимался, этот пухлик может хоть единоличный мир спасать. Он может быть хоть сосудом в черном яйце, но если в фильме про это не сказано, значит этого нет. Или это значит, что фильм просто не самостоятельное произведение. Что даже если так, едва ли это кого-то волнует. Хотя не исключено, что есть поклонники этой величавой саги о великих и крутых рюльских, чей дух не сломите, гадких черных магов. И притом говорят, там в оригинале, кстати, жесть, кровища, убийство, трупы, разврат. Но не такой, как в этом фильме, разумеется. Вы только взгляните на модели женских персонажей тот еще разврат. В художественном смысле, разумеется. В общем, так как тут второй кадет вдовесок, то и испытывать его никто не будет кому нахер нужен, правда? Был бы, кстати, шикарный сюжетный ход, если бы всеми забытый неглавный герой в конце бы стал главным препятствием. Не злодеем, нет, препятствием. Это одновременно бы раскрыло тему гордыни и социальную также тему нехватки внимания, но нет, это слишком обнадеживающе звучит, правда ведь? Да, про него также все забудут в конце. Царицы наведут в пещеру почти как на Дагоба, только вместо Вейдера там какие-то арабы пытаются впарить меч с Алиэкспресс по цене души. В общем-то, опять же, идея показать, как легко купить человека на тщеславе, хороша, только как-то топорно она показана, как и все в этом фильме. И потом, суть испытания была в том, чтобы выяснить, насколько готов кадет столкнуться с соблазнами условной черной магии. А по итогу ответ простой, ни на сколько он не готов. Никакие наставления в двух словах даже от старцев не спасут того, кто не имеет опыту внутренней борьбы со своими пороками. Отправлять таких людей на подобное задание в форменное самоубийство. Или хотя бы вместо соблазна от аморфных арабов сделали бы соблазн именно через того вот самого товарища, чтобы он сам того не ведая, совращал бы царительно, сбивал его своими мыслями с верного пути. Так как сам давно стал уязвимой точкой из-за наплевательского отношения, вот это был бы шикарный ход. Однако и этот момент тоже никак практически не будет раскрыт. Ружье на стене не выстрелит, оно так, пухнет негромко. На прощание старца дарит герою понятно какому крест, называя его оружием. Великолепно. Как обычно, концепция креста как оружия против бесов не объяснена. Да, они и сами походу ее не знают, учитывая, что в конце это реально работает как заклинание от зла, то есть крест тут такая же магия, приравняли бога к бесовщине, молодцы. Молодцы! Все знания о кресте тут походу берутся из боевичков про вампиров, где теоруты кривляются при виде распятия. Давайте я тогда объясню, раз авторы не смогли. Вспоминаем снова роман Мастера и Маргарита. Сцена, не помню в какой части романа, стоит Воланд на крыше дома в руках шпага. Это кажется дом Пашковых, да? Воткнутая острием в камень, тень от шпаги лижет его сапоги, это вроде бы дословное описание. Тень от шпаги это как раз крест. Крест, которого Воланд не боится, потому что крест это всего лишь геометрическая фигура. Некоторые всерьез думают, что если они наступят на листочек в клеточку, то оскорбят этим Бога. Да, дела. В то же время тот же роман. А Зазелла с душами Мастера и Маргариты покидает на конях горящий дом самого мастера. Притом он видит, что какая-то тетка тянет руку, чтобы перекреститься, и тут же раздается его полный гнева и страха вопль. Отрежу руку. Чего это он вдруг так испугался, если это всего лишь геометрическая фигура? Ответ прост. Крест только тогда становится распятием, символом веры, когда это в него вкладывается тем, кто творит этот крест. То есть, если я решу, что для меня тень от шпаги это символ веры, распятие, то она им станет для меня и обретет эту силу. Для Воланда это нет ничто. Если я хочу надругаться над символом веры посредством растаптывания листочка в клеточку, то именно это я и сделаю. Эти перекрестья будут для меня распятиями. Крест только там, где мы хотим его видеть. Там, где мы прикладываем к нему веру. Это не оберег. Если ты носишь крест в ушах, как сережки для красоты, он не защитит тебя ни от чего, как и если тебе его повесили на шею просто шобуло, и сам ты ни во что не веришь. Он сам по себе не содержит внутри никакой силы. В то же время, даже безделушка в форме креста станет для тебя защитой бесовщины, если ты увидишь в нем крест. Захочешь увидеть в нем крест. А что мы видим в фильме? А в фильме мы видим просто контрзаклинания со спецэффектами. Итак, прошло уже 42 минуты от фильма. Кадеты, наконец, нагулялись? Да, они нагулялись и таки явились в Хогвартс. Зайцами, разумеется, залегли в грузовик, который остановился, видимо, на дороге, подождал, пока какие-то пацаны непонятные залез в пустые почему-то ящики, даже не вытряхнув оттуда ничего, и уехал в замок. И вот ассасины уже на складе. Разумеется, пончик завален барахлом, потому что нахрен не нужен сценарию. Поэтому царицын паркорит по готическому замку, дабы найти погрузчик. На крыше. Отличная идея. Паркурщик из него говеный. Вот Дункан Маклауд отличный. После такого падения с пробитием толстого стекла, это, знаете, и ведь ни одной царапины. И вот мы среди магов. Для начала подтверждается наше опасение. Воом, проходной двор. На вас свалился какой-то пацан, представился шаманом, а вы уши развесили. Из него такой же шаман, как из меня, блогер. В общем, шаман тот навешивает лапши, что умеет, мол, телепортироваться и берет их на понт, мол, а хотите я еще и братана сейчас его сюда телепортирую, только ингредиенты нужны, всякие там жопки скорпионов и прочая гадость. Ну, вы уже поняли, его ведут на тот самый склад, а в ящике вместо жопок скорпионов сидит пухлый кадет. Притом, он так беспалевно проводит сеанс колдовства. Ай, не знаешь даже, за что себе фейспалм пробить. За этот акт надругательства над магией или за тупость профессорского состава, который базарных Капперфильдов принимает за мощных шаманов из Сибири. Вам с таким вниманием не в профессора надо идти, а те самые жопки скорпионов в ящик грузить. И пошло, значит, обучение. Снова разделение на хороших и плохих предстало перед нами во всей красе. Я не сказал бы, что сторона добра прям красавцы. Да, дело в графике, но если забыть, что тут все невольно выглядит карикатурно, то просто сравните. Добрые выглядят, стараются выглядеть, как обычные люди, зато вот злые маги ёкарный баба и один страшнее другого. Это простой прием, чтобы вызвать отвращение к персонажам и к стороне. Вот таким образом нам объясняет, почему же маги злые. Второй прием, маги напрямую говорят то, что в принципе лежит в корне служения дьяволу, ну, то бишь в корне колдовства, это одно и то же, но в то же время то, что никто в здравом уме не скажет шоколоте. Промывка мозгов, повторюсь, работает не так. Никто не будет говорить, что состраданный, миролюбие, любовь к родине и прочее, это плохо, откройся от него. Если бы сатанисты именно так агитировали, к ним бы шли только отпетые кретины, но это же не так. Хитрость и обман, вот их оружие. Упрощать это до карикатуры верный шаг к тому, чтобы потерять тех, кого хотите подобным воспитать. Эта топорная агитация сработает только на дебилах. Видимо, эта школа как раз для таких вот. Слушайте, а точно надо как-то, не знаю, вот разорять этот гадюшник? Если они там не могут отличить магию от дураковоляней, если их самый успешный ученик не может сотворить коробку, которая тут же не потает. Хорошо, кстати, что платье на учительнице также не растаяло. С такой-то графикой страшно подумать, что бы мы там увидели. И с такими вот карикатурными преподавателями. Может, ну их эту школу, да, пусть себе живут, народ смешат. Но нет. Безобразные уроды учат студентов, куда нажать, чтоб было весело. Сначала местный граф от Адракула рассказывает, как правильно снимать такие фильмы. Каждый день надо думать, как разбогатеть. Деньги, мера всех вещей. Потом бодипозитивная мадам с квадратными сиськами улучшит девочек основам феминизма. Запомните, господа режиссеры, никогда не экономьте на полигонах сисек. Нет ничего гажа, чем оквадраченная грудь. Твою мать, что это за квандрипупель? Потом какая-то помесь Макгонагл и взъерошенные совы учат летать на метле. Мол, нужно душу облегчить. А я так скажу, не получится облегчить душу, облегчить тело. Должно сработаться. Это я как профессор магии Академии Патриана говорю. Или на крайняк приделайте к метле турбину. Черные маги Блэд, к толку мне в Таган. Тут, кстати, вот приходит местный пухлик и пересказывает методичку наших либералов. Все знают, что Россия самая отсталая страна. Она уже во всем мире занимает последние места. Все у них нормальных людей мне всегда было жутко стыдно, что я родился в этой стране и отказался от нее. Что он такое говорит? Это кто вообще? Беда в том, что переубедить его герои пытаются словами «Как ты можешь такое говорить?» в таком вот духе. Оцените, маразм. Они читают даже не нотация, просто упрекают парня, которого сдали в детдом за то, что он предан идее тех, кто оттуда его достал, дал ему кров, заботу и внимание. Вообще зашибись. Вот этот вот парень уж точно не заслуживает изделок и косых взглядов. Он жертва ситуации, ребенок с промытыми мозгами. Но суть в том, что спасать таких вот промытышей выслали таких же точно детей, да еще и без магической, условно говоря, защиты. Только старцы бафнули на дорогу, но эффект, судя по всему, спал еще на моменте с извлечением толстого из ящика. На этом вся удача походу и вышла. Ладно, давайте ускоримся, потому что дальше скука смертная. Тут нашли еще девочку Асю, которая заявляет, что она вот осталась русской, а остальные только русскоговорящие. Мы русские, как говорится, драк, ну, поняли, да? Вот тут, пожалуй, все же нужно притормозить. Видите ли, разделение на белый и черный, несмотря на наличие серого, имеет место быть, это факт. И я понимаю, какую мысль пытаются тут передать, что есть русские, которые любят свою родину, свое государство, которые неразрывно связаны, чтобы там не говорили всякие умники. Государство состоит из таких же людей. Ненавидеть его, ненавидеть этих самых людей и их выбор. А есть русскоговорящие, которые формально русские, но технически ненавидят и себя, и остальных за свою принадлежность. Подобные люди есть в любой стране. Они всегда находят миллион оправданий для своих идей, так как порог всегда ищет оправдания, а кто ищет, тот найдет. Но это слишком взрослая мысль. Нельзя доносить ее, не донося мысль о том, что помимо крайности есть огромное разнообразие переходных периодов. Без этой точки опоры такие нравоучения про русских и русскоговорящих смотрятся как попытка в очередной раз объявить себя русских богоизбранным народом. Хотя это не так. Да, есть такие мысли, но богоизбранность это не повод зазнаваться. Евреи тоже были избраны богом лично. И они же потом распяли Христа. Как правило, избранными себя стремятся называть те, кому действительно больше нечем выделиться. На этом и зыждется идея раса к примеру превосходства. Посмотрите на тех, кто сейчас, например, зигует и считает себя арийцами. У нас, на Украине, где угодно. Там такие арии, прости господи, Гитлер бы таких увидел, застрелился бы еще на пять лет раньше. Так что, опять, мысль доносится не тем не так и не туда, как и все в этом фильме. Дальше вообще ни на чем особо останавливаться не хочется. Противный, скучный фильм. Шантаж, попытка побега вот это вот мне понравилось. Смотрите. Петрификус тоталис! Петрификус тоталис! Серьезно? Впрочем, расчет понятен. Бренд Гарри Поттера попросту побрезгует судиться с этим. Но это, конечно, мощно, да. А потом перестрелка, битва добрых волшебников против злых. По факту, это она и есть. Тут ни следа, ни от веры, ни от бога. Затем бомбежка, магов в расход, детей колдунов тоже в расход. Че их жалеть-то? Бог же это не любовь и милосердие. Мы завсегда на себя возьмем его функции, решим, кому жить, а кому нет. Выживший злодей разбегается пешком почему-то, не используя ни метлы, ни телепортацию, ни даже такси. Добрые детишки спасены, жили долго и счастливо, друг на друге поженились, друг друга ебали, конец. Знаете что? Это действительно отвратный фильм. Даже если не касаться визуальной части, что в принципе будет очень серьезным допущением. Идейное наполнение тут такое дебильное и даже опасное, что уж лучше бы полностью бюджет украили и вовсе фильм не делали. И мне все равно, сколь благородны были намерения. Я смотрю на конечный результат, а не на намерения. Патриотизм и любовь к родине тут низвели до просто верить и все, до избранности нации, что кстати нацизм, веру до какой-то магии низвергли. Символы веры вроде креста до волшебных артефактов, что фактически приравнивает их к точно такой же магии, то есть к бесовщине. А душевные метания вообще слиты в унитаз. Персонажа никакие, сюжет никакой, тут все никакое. Но больше всего поражает, что в фильме, казалось бы, про веру в Бога, той самой веры нет ни следа. Это те самые представления, а не человека, который ничего не знает ни о чем. Для него все наши духовные перипетии не более чем добрые маги против злых. Ну, если так, то снимали бы про магов, сделали бы отвратный такой грязный, вонючий клон Гарри Поттера, про вас бы даже не вспомнили, но обязательно нужно было прикрыться верой и патриотизмом. А потом этого урода поднимут на щит и будут говорить «Воот, вот он ваш патриотизм, вот она ваша вера, самим не противно?» Противно. Очень противно, что это пытаются выдать за нечто светлое и доброе. А всех, кому это не нравится, как обычно, обозначить как непатриотов и сатанистов. И получается, я один из них, непатриот и сатанист. Ну, вы это, наверное, сами уже поняли давно. Потому что назвать эту дрянь даже просто удобоваримой у меня язык не повернется. Ну и подводя итог всему сказанному в целом, я не просто так упомянул, что подобное вот любят преподносить в качестве действительно того, чем живем мы, верующие. Мол, ну чё, крестики, волшебнички, а еще потом добавьте про попов-педофилов и получится замечательный такой букет стандартный. Потому что подобное непотребство проще всего втаптывать в грязь. А тут такой подарок прямо им сам в руки лезет как раз. Они же не рассказывают о том, как церкви или священники на свои деньги иногда даже без остатка содержат приюты для животных или детские дома или дома престарелых. Как часто, например, они выстраивают уборку близлежащих территорий и работают волонтерами. Как помогают людям. Ни в одной передаче, ни в одной статье о них не напишут. Зато сотню таких вот людей, священников или обычных прихожан, неважно, легко перекрывает один поп, у которого золотая цепь и крест или даже тот самый пресловутый Мерс. Вот про него и напишут и расскажут и, конечно же, по нему одному осудят всех верующих. Это ж надо, оказывается, в церкви не святые, а такие же люди. Видимо, среди атеистов все как один, лишь благочестивые высокоморальные люди без изъянов. А то как-то нечестно получается, правда? Это я все к чему? К тому, чтобы вы думали головой, когда слышите подобное. Конечно, очень легко назвать кого-то тупым за его убеждения, но жизнь, знаете ли, не без чувства юмора. Быть может, именно таких вот тупых верунов, да, будет зависеть ваше благополучие или благополучие ваших близких, а то и во всей их жизни. Но дело даже не в этом. Просто не спешите плевать в иконы. Они, конечно, в ответ не плюнут, но пиление сука, на котором сидишь, еще никого никогда до добра не доводило. Не спешите с выводами, пометить дураками других вы всегда успеете. Кто знает, может, сами потом захотите примкнуть к таким вот дуракам. Все, всем доброй ночи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok